Мы продолжаем читать наставления святого Антония Великого. И в прошлый раз мы говорили о словах Антония Великого, относящихся к домостроительству человеческого спасения. И мы говорили, что для него определяющим является обращение человека к Богу для спасения от грехов и исцеления души. И получая это в таинстве крещения или единовременно в таинстве покаяния, человек дальше возрастает в устроении свободного человека с тем, чтобы не допустить страсти снова проникнуть в свою душу, то есть бороться с ними, бороться с духами злобы поднебесной, о чем мы будем говорить в другие наши встречи. И в конце концов, вот это пребывание непоколебимым среди искушений приводит изменения, изменяет человека и приводит к тому, что он становится действительно сыном Божьим и получает полноту даров святого Духа. И настолько это важно, мы тоже говорили, что в конце 22-го параграфа Антоний Великий говорит, кто же не явит полной и усердной готовности восстать от греха, тот пусть знает, что пришествие Господа будет ему в осуждении. Поэтому еще в начале Симеон, имеется в виду богоприимец, воспел, сели жить сей нападение и восстание многих во Израиле и в знаменье пререкаемое. А дальше Антоний Великий рассуждает о том, что Бог хотел остановить разложение, падение человеческого рода еще во времена, описанные в Ветхом Завете. Он хотел остановить падение в первейшем поколении сынов Адама, в последующих, во внуках Адама, в допотопном человечестве, в послепотопном человечестве, до строительства Вилонской башни и после, и в конце концов вынужден был даровать закон и так далее, и так далее. Все, собственно говоря, то, что можем почитать в посланиях апостола Павла. И вот, наконец, он использует последние средства, чтобы помочь человеку. Он сам становится человеком и соединяет божество с человечеством. И теперь каждому человеку во Христе открывается доступ к божественному естеству в полноте благодати, благодати врачующей, исцеляющей, освобождающей и испепеляющей всю силу греха. Ничего другого сделать больше невозможно. Никакого другого лекарства, никакой другой помощи человеку больше оказать невозможно. Если человек не пользуется тем, что принес ему Христос, то он пребывает неисцельным и ничем больше помочь ему нельзя. Когда некоторые говорят, что вот можно, что деятельность Христа неполна, что на самом деле можно вот какими-то другими способами, то вот у Христа не получилось. Ну вот будет, одни говорят о временах Третьего Завета, другие говорят, что какие-нибудь события, скажем, тысячелетнего Царства Христова или еще. Ну вот нечто еще вот может быть такое особенное в жизни человечества, что вот это уж будет окончательно и поможет исцелить человека. На самом деле ничего больше исцелить человека не может. Христос сделал все во Христе, так скажем, Бог сделал все, что можно сделать для человека. И если человек не воспользовался этим, то больше ничего нету. Как говорят в случаях с телесными болезнями, медицина здесь бессильна. Но все-таки медицина надеется, что однажды, ну пусть ты не доживешь, но где-нибудь когда-нибудь через сто, тысячу, две тысячи лет найдутся ученые, которые изобретут что-нибудь, что поможет исцелить и эту болезнь. Но вот в душевных недугах ничего подобного быть не может. Если человек не пользуется этим лекарством, то больше ничем исцелиться он не сможет. Он так и останется неисцельным, то есть останется больным. Не потому, что вот когда-то что-то может с ним произойти еще. Не потому, что Бог на него гневается. Не потому, что Бог на него рассердился. А потому, что он не дал Христу уврачевать себя. Он не пришел, не принял то лекарство, которое дает ему спаситель. И поэтому пребывает неисцельный. Это всегда бывает по одной единственной причине. Человеку нравится его собственная болезнь. Или он не хочет, чтобы его исцеляли, или чтобы его исцелял именно этот врач. Он отказывается принимать лекарства из рук Бога. И дальше святой Антоний свидетельствует о поразительной вещи. На первый взгляд она не кажется поразительной, но на самом деле о поразительной вещи, о которой потом, спустя несколько столетий, более подробно будет рассуждать Симеон Новый Богослов. Вот в 25-м параграфе Антоний Великий пишет. «Я всеми силами молюсь о вас к Богу, чтобы Он вверг в сердца ваши огонь, который Господь наш Иисус Христос пришел во врищи на землю. Да сможете право править вашими намерениями и чувствами и отличать добро от зла». То есть этими словами Антоний Великий свидетельствует, что на самом деле исцеление человек, спасение человек, правильная установка человека на духовную жизнь, на созидание самого себя во Христе возможно только тогда, когда огонь святаго духа, огонь, который принес Господь наш на землю, будет брошен в землю человеческого сердца. Как чуть ниже скажет в 28-м параграфе Антоний, повторяю эту мысль, Бог всех руководит действиями своей благодати. То есть все, что происходит в человеке, происходит по благодатному действию Бога. И власть на страстями, и жажда обновления, и способность жить в соответствии с этой жаждой обновления, и стремление к исцелению, и само познание о том, что я болен, откровение о том, что я болен, и жажда исцелиться от этой болезни, все это дается благодатными действиями святаго духа. Но Антоний подробно здесь об этом не говорит, оставляя место другим аскетическим писателям писать на эту тему. Но свидетельствует, что само изменение человека к лучшему происходит под действием благодати Божьей. И когда мы в ответ на это спросим риторически или непосредственно обращаясь к Антонию Великую, ну скажи отче, скажи Ава, ну почему же тогда не все получают этот огонь, почему не всем бросается этот огонь благодати Божьей, почему же не всем является такая милость или чудо божественной любви. Здесь Антоний ответа на этот вопрос не дает. А если и дает, то не так, как мы ожидали. Он продолжает говорить о человеке. Он говорит, что в разных местах, как бы обозначая разные штрихи правильного устроения человека. Потом Семен Новый Богослов ответит на этот вопрос и ответит следующими словами. Это 18-е слово, второй параграф 18-го слова Семена Нового Богослова, приходит же благодать Божья в человека, хотя не чистого и скверного, но имеющего сердце благопризнательное, а истинная благопризнательность есть, чтобы сердцем признавать, что благодать есть благодать. Это сказал Симеон. Антоний говорит иначе. В разных параграфах своего наставления он говорит, что от человека требуется готовность, решимость отвергнуть то, что теперь благодать открывает ему как зло. Страх Божий, то есть состояние, готовность дух свой расположить таким образом, чтобы трепетать перед тем даром, который дан ему Богом, потому что сам по себе огонь этот, огонь Духа Святаго, есть Бог, вселяющийся в человека, и страх Божий трепет перед таким снисхождением ко мне Бога, готовность к этому трепету выдает человека, показывает человека, которому действительно этот дар можно дать. Или, например, готовность быть неленностным и не унывать, как дальше в 28-м параграфе говорит апостол Павел, Бог всех руководит действиями своей благодати, поэтому не ленитесь и не унывайте, взывая к Богу день и ночь. То есть человек должен быть неленностным, он должен быть готов к этой неленностности. Ну, например, то есть человек должен показывать, что если он увидит что-то значимое и достойное, он готов усердно делать то, что он считает правильным. И когда приходит благодать, он, будучи способным к порыву, к долговременному порыву в отношении того, что считает благом, он не позволит себе лениться. И вот благодать Божия находит таких людей, которые еще без отношения благодати, а в мирских делах, в человеческих отношениях, в перипетиях этой жизни показали что-то из обозначенного. Вот дана была бы им благодать, они бы трепетали перед ней, они бы трудились неленностно, они не позволили бы себе расслабиться, они бы готовы были с решимостью исполнить то, что Бог им скажет. Когда Бог видит в человеке такую готовность, все это вместе или одно из этого, но готовность только человеческого сердца, тогда он дает ему этот огонь, который пришел в решение на землю, и все в человеческой жизни изменяется. Человеку требуется, получив эту благодать, дать ответ на милосердие Божие, ответить как-то ему, чтобы не прибыл этот дар в туне, каким-то образом отозваться на щедрость Божия. И вот по свидетельству Антония Великого, благодать, данная человеку, этот огонь, брошенный в его землю, достигает такого особого, производит такое особое действие в человеке, что незамеченной эта благодать остаться не может. Вот в 31-м параграфе Антоний пишет так. «Велико восподобились вы благо, получив благодать, которая в вас есть. Должно, однако ж, вам неленностно подвязаться во имя того, который есть, посетивший вас восток с высоты. Да сделайтесь ему жертвой святой и непорочной. Мы знаем, как пала природа наша со своей высоты в глубину унижения и бедности, и как посещал милосердный Бог ее своими законами через руки Моисея и прочих пророков. В последнее же время сделал это через единородного сына своего, который есть верховный начальник наших первосвященников и истинный врач ваш, единый, сильный, исцелить ваши болезни, и который облегся в тело наше и предал себя самого за нас, и за грехи наши его смертью мы спасены. Вникайте же и прилежно рассматривайте распоряжение Творца нашего и его посещение нас по внешнему и внутреннему человеку, после того, как мы, будучи разумны, сделались неразумными за свое склонение на волю врага, злодея, отца лжи. То есть он свидетельствует этим словом, что человек, который получает благодать, это не есть некая сила, как вот, скажем, некая сама по себе энергия, некий допинг, вот, как человек выпил какое-нибудь особое, или принял некое лекарство, или укололся уколом, и вдруг испытывает себе прилив особых сил, его энергия увеличивается, он способен совершить великие подвиги. Вот благодать, это не то же самое, что допинг, не то же самое, что какой-нибудь еще действующий на физиологию вещество. Благодать – это Бог, который входит в человека, и принять эту благодать нужно так, как бы мы принимали Бога, именно разумно, относясь к этой благодати. И по этой причине, что благодать есть Бог, входящий в жизнь человека, человек не может не заметить в себе действия благодати, просто не может не заметить. Если даже, в принципе, человек, употребляющий какие-нибудь особые препараты, так скажем, и то обычно чувствует в себе действие этого препарата, то насколько явнее, насколько ощутимее для человека, когда в его жизнь входит господин в всех вообще препаратах, всех энергий мира, всех сил, существующих в мире, когда он входит в его жизнь, соединяясь с человеком, не слитно, не раздельно, человек не может не почувствовать, не ощутить этого. И вот об этом Антоний говорит, чтобы мы вникали и прележно рассматривали распоряжение, то есть волю Творца нашего, и могли почувствовать, когда он посещает человек, по тем проявлениям, которые сопровождают это посещение во внутреннем или во внешнем человеке. Если мы не можем определить, как действует в нас Творец, который и есть Хозяин, Творец, Отец благодати данной нам, если мы не можем узнать его, значит мы неразумны, значит у нас нет разума, и это недостойно человека, а если что-то происходит недостойного человека, то значит мы еще и не готовы принимать эту благодать, мы не способны ее рассмотреть, и стало быть мы не сможем ее сохранить, а раз мы не можем ее сохранить, человеку и не дается, потому что тот, кто сказал, не пометайте бисер ваш перед свиньями, он тоже с осторожностью прикасается к человеку, наблюдая, а способен ли человек понять, кто сейчас вошел в его жизнь, кто обращается к нему, чью волю он слышит, как волю извне, в своем сердце, или изнутри в своем сердце, в своем уме, в своем естестве, почему воспламеняется так его воля, к чему она устремляется, вот конечно очень много об этом будет говорить, и очень много будут говорить святые отцы, отечественные, Игнатий Бринчанинов, Феофан Затворник в 19 веке, очень много об этом будет говорить Симеон Новый Богослов в своих писаниях, очень много будет говорить об этом и Иоанн Лествичник, здесь пока это начало и аскетической жизни, да и не хочет, по всей видимости, пока вот именно в этом наставлении Антони погружать вот в сложность восприятия присутствия Бога в жизни человека, он говорит только о том, что человек должен быть внимательным к тем посещениям Божьим, которых его удостаивает Бог. Внимание, внимать, то есть быть внимателем к тому, что происходит с человеком, вот что мы слышим в этих словах Антония Великого. И дальше 28-е слово, оно продолжено его далее, Антоний пишет следующее, «Почему? Поэтому не ленитесь и не унывайте, взывая к Богу день и ночь, чтобы умолить благость Бога Отца, не спослать вам помощь свыше к познанию того, как вам поступать. Не давайте сна очам вашим и веждам вашим дремания, ревнуя принести самих себя Богу в жертву чистую, чтобы узреть его, ибо без чистоты никто не может узреть его», как говорит апостол, приводит здесь Антоний Великий слова из послания к евреи. Таким образом, условия спасения, здесь Антоний Великий побуждает человека к непрестанной и очень усердной молитве. И напомним, что Антоний Великий видит первым условием спасения человека это приход в мир Христа, Спасителя, когда Бог становится человеком. То, что мы назвали в прошлый раз домостроительством спасения, это первое условие, это то, с чего начинается наше спасение. Только с момента прихода в мир Бога наше спасение становится возможным. Мы часто об этом забываем. Дело ведь не в аскетике как таковой. Аскетика до прихода в мир Христа ничего человеку не давала. Она не открывала ему ни чистоту души, невозможность спасения от греха. Аскетика после прихода в мир Бога, она становится действенной. И человек может спастись, употребляя усилия к этому спасению. Но первое, еще раз повторю, условие спасения, это когда Бог становится человеком. Но тем же самым первым условием спасения, даже не совсем, наверное, корректно будет говорить вторым, разве только в том смысле, в котором говорит Христос про заповеди, вторая же подобна ей. Вот второе условие, во всем подобно первому условию, это деятельность человека. Если акт вхождения в мир Бога совпадает с устремленностью к этому Богу, пришедшему спасти человека, то и свершается спасение. Это то, что потом, позже, святые отцы назвали синергией, совместным действием Бога и человека. Но дело, разумеется, не в терминах. Дело в простом, даже вполне понятном, обычным человеческим, обыденным сознанием вещи. Если ко мне пришел врач, я должен к нему повернуться. Я должен показать на болящее место и сказать, да, я хочу исцелиться. Если пришел спаситель, если спасатель протягивает руку и говорит, держи руку, мы должны дать ему руку, чтобы он нас спас. Мы должны позвать на помощь, мы должны принять это спасение и принять со всей полнотой нашей воли, потому что иного, по-иному спасения невозможно, оно просто не случится. Он отдает себя ради спасения человека весь и целиком. Так же всецело и целиком человек должен отдать себя Богу. И вот от человека, получившего благодать, о которой мы говорили уже, требуется по свидетельству Антония Великого, во-первых, молитва, во-вторых, жертва. Еще раз прочитаю эти слова Антония Великого. «Чтобы умолить благость Отца, не спослать вам помощь свыше к познанию того, как поступать, и ревнуя принести самих себя Богу в жертву чистую, чтобы увидеть его». То есть и молитва, и жертва являются двумя крыльями, что ли, на которых человек устремляется навстречу Богу. Некоторые, может быть, слышали или читали о такой метафоре, что молитва и пост это крылья, на которых человек может взлететь к Богу. Но здесь это ничему не противоречит. Ведь и пост, с точки зрения святых отцов, это мера человеческой жертвенности, а не слово о человеческой диете, как мы привыкли понимать слово «пост». Для святых отцов именно пост или воздержание, это именно то, насколько человек жертвует себя Богу. И поэтому в данном случае вот это свидетельство о двух крыльях восходит своими корнями как раз к писаниям Антония Великого, что молитва и жертва человека Богу есть те два условия, которые и помогают человеку осуществить свое восхождение к Богу. Жертва – это основание жизни всякого христианина, ну хотя бы просто потому, что каждый христианин жив с жертвой Христовой. Она, с одной стороны, жертвенность предполагается как адекватный ответ на принесенную жертву, с другой стороны, сама эта жертвенность христианина, она, ну скажем таким словом, имплицитно присуща деятельности жизни христианина. То есть, именно являясь христианином, он тем самым является существом обреченным, предназначенным в жертву, потому что он соединился с Агнцем Божиим, землющий грех мир. Он назван именно именем того, кто принесен в жертву, кто умер как жертва. И поэтому слова Христа постоянно на этот момент указывают, отвергнись себе, возьми крест, кто не возненавидит, не может быть, кто хочет быть мой учеником, возьми крест и следуй за мной. Вот само наименование христианина предполагает, что какая-то способность, решимость, готовность к жертве внутренне составляет креугольный камень жизни этого человека. Назвать себя христианином, значит, обречь себя, назвать себя жертвой Божьей. И, не случайно, вот, даже еще в Ветхом Завете, в Псалтыре, есть такие слова, «Ради тебя умиршляемся всякий день, менились как овцы, обреченные на закладе». Но вполне конкретно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Это послание апостола Павла к римлянам. И вот мы в свое время говорили, когда читали Священное Писание Ветхого Завета, когда рассуждали о жертвоприношении, мы уже тогда говорили, что жертва вообще является неким фундаментом всего этого мира. И всякое прикосновение к жизни в этом мире возможно только через самоотдачу. Самый простейший пример – это мать, которая отдает себя ребенку, и только поэтому ребенок живет. Жизнь родителей – есть отдача себя ребенку, и ребенок живет. Ребенок может стать полноценным человеком только тогда, когда заботится о своих родителей, то есть думает о них. И так все мы связаны взаимозависимостью, служением друг друга, заботой друг о друга, а значит отказом от бытия для себя, для того, чтобы что-то сделать другому. И это не случайно, потому что мир сотворен Богом Святой Троицы, где каждая ипостась Святой Троицы свободно отдает все свое бытие другим ипостасям. И мир без самоотречения, без отдавания бытия, этот мир, созданный таким Богом, существовать не может. Редактор субтитров А.Семкин